Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенная, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава называется «Вейра», и вкратце содержит она следующие истории. Она повествует о том, как Аврам встретился, точнее, не встретился, а принял в гости трех ангелов, о том, как было обещано ему потомство, несмотря на то, что он уже стар. Также повествуется история о том, как Аврам с Сарой жили у Авимелыха. Также повествуется о том, как Авимелых, царь филистимский, пытался взять себе в жены Сару. Дальше описывается история вывода, точнее, Лота из Содома и уничтожения Содома, и дальнейшее поведение Лота. На что я обратил внимание в нынешней главе на сей раз, вот общаясь со своей супругой, значит, мы, ну, она, точнее, обратила мое внимание на такой интересный момент, что в этой главе, вот, Бог тоже так интересно раскрывается, как сердцеведец, значит, и Он видит наши мысли, знает все наши тайные желания, и Его реакция на то, что происходит внутри нас, она проявляется снаружи. Это очень интересный момент, потому что, ну, к сожалению, очень часто мы думаем, что если мы внутри, ну, то есть, неважно, какие мы внутри, главное, чтобы мы снаружи выглядели, да, перед людьми. Вот в прошлой проповеди, если помните, там был очень ярко показан царь Шауль, первый царь Израиля, для которого важно было, как он выглядит перед людьми, и, в принципе, им было все равно, как на это смотрит Бог. Ну, смотрите, две из, три истории, значит, где Бог раскрывается, как сердцеведец, значит, история первая, когда Сара засмеялась, и внутри себя написано, значит, но Господь это все знал, и Он Авраму это сказал, но тоже так интересно сказал, обратите внимание, тоже для нас урок. Значит, Сара внутри своего сердца говорит, я стара, и муж мой стар. Когда Господь пересказывает этот внутренний смех Сары, вот этот вот момент насчет того, что Сара сказала, что и муж мой стар, он почему-то опустил. Знаете, вот иногда мы настолько готовы бороться за правду, то есть, ну, и за ценой не постоим, то есть мы можем уничтожить всех вокруг себя, только бы правда восторжествовала. Господь же на это смотрит несколько иначе. Вот действительно, ради сохранения мира в семье Он опустил момент, который Авраму, возможно, было бы неприятно услышать из уст Сары, да? А Господь знал то, что в сердце Сары, и Он этот момент опустил. Господь сердцеведец, и Он знал в этот момент не только сердце Сары, но и сердце Аврама, и знал, к чему может привести, если Он пересказал бы все буквально слово в слово. Поэтому один момент Он опустил. А посему для нас тоже урок не быть переносчиками вот этих вот слов, потому что мы не сердцеведцы, и мы не знаем, как те или иные слова могут отразиться на отношениях людей, которых эти слова касаются. Значит, другая история. Царь Авимелых, когда Аврам с Сары пришли в их землю, решил взять себе Сару в жены. Ну, Он просто взял, как царь. Ну, они же сказали, что они брат и сестра, никаких проблем. Но, кстати, интересный момент. Из этого отрывка видно, что, в принципе, для филистимлян того времени переспать с чужой женой считалось грехом. Он говорит, то есть, ну, Он четко понимает, и народ весь это понимает. Ну, на тот момент в этом вопросе, по крайней мере, то общество было выше, чем современное общество, где, в принципе, ценность семьи очень-очень низка. И вот интересный момент. Там просто эта история так более подробно расписывается с диалогом между Господом и Авимелыхом. Я хочу это прочитать. «И пришел Бог к Авимелыху во сне ночью и сказал ему, «Вот, ты умираешь за женщину, которую ты взял, ибо она замужняя. Авимелых же не подходил к ней и сказал, «Владыка, неужели ты будешь казнить и народ невинный? Ведь он сказал мне, она сестра моя, и она сама мне так же сказала, он брат мой, в простоте сердца моего и в чистоте рук моих сделал я это». То есть не было в этом злого умысла. «И сказал ему Бог во сне, «И я знал, что ты сделал это в простоте сердца твоего, и я удержал тебя от согрешения предо мною, потому и не дал тебе прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену этого мужа, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если ты не возвращаешь, то знаешь, что умрешь ты, и все твое». И встал Авимелых утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их. И люди эти весьма убоялись. Очень интересный момент. Это было совершено в простоте сердца, без злого умысла, без лукавства и коварства. И Бог, видя это, не дал этому человеку согрешить. Ну, а тем более, смотрите, сам Авимелых понимал, что его вина может отразиться на всем народе, потому что он был не, ну, скажем так, не рядовым членом этого общества, он был главой этого общества, человеком, которому Бог дал власть над этим народом. И Авимелых понимал прекрасно, что его грех отразится на его народе. Но Бог, зная, видя сердце этого человека, он не допустил этому человеку согрешить, совершить грех неведения, да, значит, то есть, смотрите, если мы действительно искренне перед Богом и мы стараемся хранить свое сердце в чистоте, то Бог может избавлять нас от множества каких-то вот поступков, от множества слов, которые очень негативно сказались бы на нашей жизни, даже если бы это было совершено в неведении. То есть, мотивы нашего сердца определяют наше будущее. И другая совершенная история, история с Лотом. И я уже говорил об этом неоднократно, Писание называет в Новом Завете Лота праведником, но там есть один интересный момент. То есть, буквальный перевод с греческого говорит, что он подвергал свою душу страданиям. Ну, то есть, как бы это был его выбор, он мог не подвергать. Он выбрал это место, он выбрал это общество для того, чтобы жить среди этих людей, хотя неоднократно в его жизни происходили события не очень хорошего порядка, которые направляли его все-таки вернуться к Аврааму. Значит, но он всегда выбирал именно своими очами. И вот интересный момент. Ведь этот же человек согрешил. Если Авимелеха Господь удержал от того, чтобы переспать с чужой женой, почему он не удержал Лота? Мы видим, что Господь удержал Авимелеха, потому что мотивы сердца этого человека были все-таки чисты. Тогда возникает вопрос, а каковы были мотивы Лота? Ну, то есть, Писание не зря говорит, что нет на земле праведника, который творил бы добро и не грешил бы. Но одних Господь почему-то уберегает от греха, а другим попускает это совершить. Поэтому, я думаю, что это очень важные для нас уроки, чтобы мы следили за тем, что происходит в нашем сердце. Потому что написано, сердце праведника глубокие воды, сердце человека глубокие воды, и праведник вычерпывает их. То есть, исследует свои мотивы и приносит это к Господу. Если что-то находит нечистое, чтобы отдать Господу, чтобы Господь это очистил. Спасибо за внимание. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok